Продолжение следует... Дневной давности, то вот Путин поручил продумать расширение ассортимента газетных киосков. Это что, друзья? Это какая-то насмешка над нами с вами. Какие газетные киоски? Ведь у нас вроде интернет есть. И зачем тратить деньги на папье, на всякие бумажки, на газету, тем более, когда есть интернет. И вместо того, чтобы интернет в каждый дом, ну как лампочку Ильича, помните, то Путин у нас возвращается на много шагов назад, прямо как в послевоенное время Второй мировой войны. Видите, как он? Такое странное поручение продумать расширение ассортимента газетных киосков. Мудрое решение. Вот ничего не скажешь. Посмотришь, скажешь. Ах, какой мудрец! Ну, прямо аджа на средин какой-то. Москва. 25 сентября. РИА Новости нам сообщает. Президент России Владимир Путин поручил к Абмину и региональным властям рассмотреть возможность расширения ассортимента товаров в газетных киосках, включив в него прохладительные напитки и кондитерские изделия, следует из перечня поручений главы государства. Нет, друзья, здесь вообще о чем-то другом. Может быть, ну, знаете, совершенно дикие мысли лезут в голову, что все магазины продуктовые закроются, а в газетных киосках будут продавать хлеб, напитки, кондитерские изделия. А вообще, где у нас газетные киоски? У нас остались газетные киоски или их уже не осталось? Ну, в Москве, может быть, и в Питере есть еще что-то где-то, и то их уже практически не осталось. А вот во всей этой стране, ведь он так мудро, знаете, с деловой хваткой мудреца, он решил продумать расширение ассортимента в газетных киосках. Документ с поручениями президента по итогам встречи с руководителями российских печатных СМИ опубликован в среду на сайте Кремля. А дальше идет еще один заголовок. Путин поручил подумать о стабилизации цен на целлюлозно-бумажную продукцию. Ну, вот это и есть газетная бумага. Вероятно, об этом речь, но ничего не понимаю. Ведь в стране сейчас, ну, совершенно не до этого. Да и кто будет газеты покупать, читать? Народ каждую копейку считает. А здесь он про газеты. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации провести анализ реализуемых субъектами РФ мер по развитию сети нестационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа печатной продукции, а также обеспечить совершенствование указанных мер в целях достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, говорится в документе. Также Путин поручил рассмотреть вопрос о расширении ассортимента сопутствующих товаров, продажа которых осуществляется в газетно-журнальных киосках без применения контрольно-кассовой техники. Вот это да. То есть продавец может тебя обманывать как хочешь. Это что? Это что, друзья? То есть без применения контрольно-кассовой техники, это значит, торгуй налево и направо, газеты стоят 2 копейки, а будут брать 250 рублей. Ну, допустим, шоколадное изделие стоит конфеты 150 рублей, а их будут продавать за 250 рублей. Вероятно, он к этому подталкивает снова к каким-то махинациям, мошенничеству, жульничеству. Толкает новое распоряжение главы правительства, толкает народ. Бедный народ, он, конечно, бедный, он будет хвататься за все, чтобы путем применения мошенничества к своим же односельчанам просто их всех обманывать. Еще Путин сказал, что в него нужно включить безоколгольные прохладительные напитки, кондитерские изделия, ну и что еще? И бокалейные товары. Здесь, конечно, может мне показаться, а может быть и вам также покажется, что это действительно замена магазинов. Просто магазинов не будет, а будут такие передвижные киоски. Приехал и уехал. Продал хлеб, газеты и кондитерские изделия, конечно, и уехал, чтобы его односельчане не побили. Поэтому он будет приезжать из другого села. Согласно документу и региональным властям, при участии Союза предприятий печатной индустрии ГИПП, поручено рассмотреть вопрос об актуализации нормативов минимальной обеспеченности населения продукции периодических печатных изданий, в том числе, в частности, касающиеся увеличения площади нестационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа печатной продукции. Доклад о реализации этих поручений должен быть сделан до 1 ноября 2019 года. Ответственными назначены глава правительства Дмитрий Медведев и высшие должностные лица субъектов РФ. И вот еще такой заголовок. «Россияне стали меньше смотреть телевизор и читать газеты», показал опрос. Если сейчас будут продавать первый канал телевидения, то понятно, что у правительства останется только одна правительственная составляющая влиять на народ через газеты, обычные газеты, которые развивались как раз в 1946, 48, 49, 50-х годах. На улице выставляли множество киосков для того, чтобы люди покупали газеты. Но тогда было только радио и газеты. А другого ничего не было. Телевидение появилось уже в 60-х годах, только в конце. И то это было, ого-го, какой сюрприз. А сейчас мы имеем все. Но возвращаемся в тот самый каменный век, когда по селам будут ездить передвижные газетные киоски, в которых будет продаваться бокалейный товар. Значит, магазинов в провинции не будет. Ну, в общем, давайте спать. Мы в мороке, люди. Давайте спать снова, жители Багдада. Что я еще вам могу сказать? Это что-то совсем на грани, знаете, шизофренической фантастики. Я Таня Карацуба, Сиитбургхан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова